День Матери В честь праздника Анна Герцовская расскажет о блогере, девушке, чью жизнь материнство развернула на 180 градусов. Электронные больничные в фонде страхования рассказали о новых порядках в этой области. В РИЦ госавтоинспекции отправился Валерий Седов. На этот раз проверяли детские удерживающие устройства. Начнем выпуск с хорошей новости. 25 ноября наш коллега Герман Гущин рассказал о Рязанке Екатерине Концеропятовой. В ноябре 2019 года женщине диагностировали мелодиспластический синдром, и ей требуется трансфлантация костного мозга от зарубежного донора – дорогостоящая операция. Друзья, коллеги и неравнодушные люди помогли собрать 1,3 млн, до нужной суммы оставалось 900 тысяч рублей. После нашего эфира сумму удалось собрать в тот же вечер. Поэтому сюжет из выпуска мы убираем, а Екатерине желаем скорейшего выздоровления. С 1 января больничные листы будут сформированы только в электронном виде. О том, насколько Рязань готова к такому нововведению, поговорили на круглом столе в ногу со временем. Организовал его региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации совместно с редакцией газеты «Комсомольская правда Рязань». Сейчас, чтобы получить выплату по больничному листу, нужно заполнить большую заявку. Плюс начальник узнает о больничном листе скорее постфактум, когда работник приносит ему документы с больницы. С 1 января эта система станет прозрачнее, вступит в силу федеральный закон о проактивной, то есть без заявительной выплате пособий. Цифровые технологии и стали главным вопросом на заседании круглого стола. Его организовали региональное отделение Фонда социального страхования РФ и редакция газеты «Комсомольская правда Рязань». Само понятное, как приезда, как такового его не будет, будет система, при которой в случае наступления какого-то события, в данном конкретном случае, мы говорим о временной трудоспособности, будет сообщать, то есть будут производить какие-то действия для того, чтобы произвести выплату конкретному человеку. Соответственно, при открытии электронного листа нетрудоспособности, уже в этот момент, а не как сейчас, когда работник сообщает о закрытом листе, а здесь получится, в момент открытия этого листа нетрудоспособности, работодатель будет извещен о том, что его работнику открыт данный листок нетрудоспособности. Схема работы Фонда социального страхования изменит сам с начала следующего года. Основанием для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, будет только электронный листок нетрудоспособности. Единственное время пособия при рождении ребенка тоже будет выплачиваться в проактивном режиме. Если сейчас это идет выплата на основании справки, которая получается в ЗАГСе, то со следующего года это будет делаться на основании полученных сведений из органов ЗАГСа. То есть также в электронном виде эти сведения будут приходить в Фонда социального страхования. Аналогично будут уточняться сведения о родителях ребенка, если работающий родитель есть, соответственно, будет направляться по месту работы. Если не один родитель не работающий, то, соответственно, сведения эти будут перенаправляться в окна социальной защиты для выплаты пособий, как не работающий граждан. В 2020 году вступил в силу федеральный закон об электронном сертификате для инвалидов. Это запись в реестре, которая привязана к номеру банковской карты клиента платежной системы МИР. Только деньги на нее не причисляются, а резервируются до покупки. Человек с сертификатом сам выберет тех средств реабилитации из каталога, который сформировал Фонд социального страхования. Деньги поступят сразу продавцу. А если на покупку не хватит, можно будет доплатить. Что электронный сертификат, что проактивные выплаты только часть новой системы в 2022 году. Поэтому на круглом столе обсудили и самый главный вопрос. Будет ли система работать без сбоев? Медицинские организации все готовы с 1 января выпускать только электронные листовки? Или могут быть какие-то сбои? Вот здесь она меня абсолютно уверила, что все данные медицинские организации, которые выдают листки нетрудоспособности, без проблем будут выдавать исключительно листки электронные. И дело там сбоя никакого не будет. Важной разработкой Фонда социального страхования стало мобильное приложение «Социальный навигатор». Оно расскажет человеку о выплатах, которые ему положены. Помимо справочной информации, можно посмотреть и те сведения, которые относятся непосредственно к человеку. Выданные листки нетрудоспособности, выплаченные пособии, программы реабилитации инвалидов. В приложении уже есть информация о социально значимых объектах региона. В Рязани прошел рейд по удерживающим детским устройствам. И еще раз напомнили, как ими пользоваться. Количество нарушителей и напоминания водителям в нашем следующем сюжете. Добрый день. Капитан полиции Кратко. Первые минуты рейда и уже по дороге проносится автомобиль. В нем семья из четырех человек. Родители на переднем сидении, дети сзади. Пристегнуты. И пристегнуты правильно. У нас проходит мероприятие по детским удерживающим устройствам. У вас дети все? Да. Все правильно у вас делают. Счастливого пути. Такая идеальная картина встречается не часто, говорят сотрудники ГИБДД. С начала года выявлено больше двух тысяч нарушений, связанных с перевозкой детей. Наказание для водителей серьезное. Административная ответственность за нарушение требований правил перевозки юных пассажиров предусмотрена в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Что примечательно, детское автокресло стоит примерно столько же. Поэтому у водителей выбор прост. Или получить штраф, или купить автокресло. Ну или автолюльку для детей до года. Ее можно установить даже на переднее пассажирское сидение. При этом голова ребенка должна быть против хода движения. Но есть важные нюансы. На что необходимо обратить внимание? Чтобы ребенок был обязательно закреплен в автолюльке. То есть, если он просто находится в автолюльке и не пристегнут либо штатным рюльмом, либо внутренней системой крепления, то смысл в безопасности теряется. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это чтобы подушка безопасности, расположенная в передней части транспортного средства, была отключена. Когда ребенок подрастет, его можно пересаживать в автокресло. Крепят его уже другой стороной. Но пристегиваться что в люльке, что в кресле, надо обязательно. Необходимо обратить внимание, чтобы ребенок был пристегнут ремнем безопасности правильно. Правильно это когда ремень проходит через плечо, грудь и бедро. Ни в коем случае не через шею. В таком случае ребенок пристегивается либо внутренней системой крепления, либо используется штатный ремень безопасности. По статистике в Рязани и области с начала года зафиксировано 161 ДТП с участием несовершеннолетних. Семь детей погибло. Стоит ли их жизни покупки автокресла? Решайте сами. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Международный день матери – это не просто праздник. День, когда мама и беременная женщина могут вспомнить о себе любимой. Порой материнство так поглощает женщин, что планирование для них дальнейших целей на жизнь завязано лишь на детях. Наша героиня – яркий пример того, как декретный отпуск может изменить жизнь. Анна Воронкова – молодая мама, общественный деятель и блогер. Вместо обычной скучной работы до декрета она получила целых пять направлений деятельности после выхода из декретного отпуска. Сейчас расскажем, как такое возможно. Анна Воронкова – блогер и молодая мама. Свою активную интернет-деятельность девушка начала два с половиной года назад. Тогда в составе активных и многодетных мам она отправилась на встречу с губернатором региона Николаем Любимовым. И начинается спрашивать, что вам мешает для того, чтобы вы рожали больше детей. Ну и мы начали там одна. Вот там пособия не хватает, нам места в садах не хватает. Говорят, все есть. Мы сидим, мы никто не знаем об этом. Я говорю, давайте это все в Инстаграм размещать. Да, я говорю, давайте вот я готова взять на себя эту миссию и помогать. С тех пор Анна набрала более 14 тысяч подписчиков. У нее есть высшее образование. Девушка хорошо разбирается в законах и умеет переводить их на человеческий язык. Сегодня ее блогом интересуется без преувеличения вся страна. Они мне звонят, мы подключаемся. Я понимаю, что передо мной сидит 30 женщин. Они реально в деревне, в ауле в Дагестане сидят. Говорят, расскажите, ну какие нам пособия положены? Мы не знаем, мы не понимаем. В итоге все пособия в Дагестане были получены. Сейчас, кроме декретных выплат и выплат беременным, полагается еще масса вариантов поддержки семей. Далее путинские выплаты. На первом сплатятся с федерального бюджета, на второго ребенка из средств материнского капитала. На третьего ребенка полагается региональный маткапитал. Пособия третьего и последующего ребенка. Детям от 3 до 7 лет выплата. И от 8 до 16 для тех, кто попал в тяжелое материальное положение. Все пособия. Для того, чтобы получать все пособия, требуется сделать себе карту «Мир социальный». Это сделать очень легко. Заходим в приложение, оформляем карту, либо прийти в банк, попросить сделать эту карту. Срок изготовления 2-3 дня. Анна не только информирует женщин, но и объединяет их для проведения различных интерактивных мероприятий. Лучшая награда, по ее словам, счастливые глаза детей и благодарность родителей. Между тем, Анна уже полтора года борется с аллопецией, выпадением волос. Но болезнь ее только закалила. У меня качели. Я ухожу в тотальную форму. То есть вообще я была лысая, без бровей, без ресниц. И я такая проводила мероприятие детям. Это было вообще шоу-программа когда-нибудь. А почему у вас нет волос? Я там начинаю объяснять, что я болею. Вот они сами от меня убежали. Мне, конечно, грустно. Зато смотри, какая я необычная. Они так классно. И потом еще один род деятельности. У нас на самом деле у людей с аллопецией огромное количество врицаний. И детей очень много. Я стараюсь их всех коммуницировать. Для взрослых и детей с аллопецией Анна проводят встречи с врачами, психологами. К молодому блогеру тянутся различные люди. Этим летом, в День защиты детей, неожиданно для себя она собрала одномоментно 3000 человек. Дети играли, родители общались между собой. Здесь надо помнить о себе, что ты тоже человек. Тебе тоже надо развиваться, не деградировать. И есть возможность, не знаю, выходить, получать дополнительное образование от центра занятости. Пожалуйста, записалась, получила дистанционную, вышла с декрета с еще одним образованием. Есть возможность ходить на мероприятие. Пришла, ты познакомилась с другими людьми, нашла новых подруг себе. Анна говорит, что декрет – это время возможностей. Именно в этом статусе она получила дополнительное образование через центр занятости. Сейчас Анна старается быть разносторонней и блогером, и организатором мероприятий, и общественным деятелем. А еще она организует медицинские онлайн-марафоны и даже заведует музыкальной кавер-группой. У девушки есть девиз – если вселенная дает возможности, не ищите себе оправданий. Пробуйте. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». О кадровых назначениях, вернее, об инициативе возврата таких полномочий депутатам говорили в Рязанской городской думе. Еще в июле народные избранники пытались внести изменения в устав Рязани, которые бы позволили им согласовывать назначение замов мэра города, но тогда против инициативы выступил региональный Минюст и прокуратура. На первый взгляд, повестка дня городской думы не должна была стать слишком дискуссионной. 16 вопросов, уже говоренных на комитетах, и один последний о полномочиях согласовывать замов главы администрации – самый принципиальный. Но полемика возникла раньше. Два изменения в генеральный план города, по которым функционал территории в районе микрорайонов Бутырки и Храпова переводили в зону лесопарков, городских лесов и зону отдыха, почему-то вызвали недовольство некоторых депутатов. Но конкретное разъяснение все исправило. Эти зоны граничат со свалками, территориально их защитить было просто необходимо. К самому главному вопросу повестки народные избранники подошли уже стесненно и законодательно. Напомним, еще в июле депутаты пользовались правом согласовывать назначение замов мэра, рассматривая кандидатуру на должность первого заместителя главы городской администрации Алексея Пустовалова. На публичных слушаниях рассматривали вопрос расширения полномочий и согласования начальников управлений и руководителей муниципальных предприятий. Минюст и прокуратура высказывались против. Теперь пришел протест областной прокуратуры. Согласование кандидатур замов противоречит федеральному законодательству. Отказаться рассматривать документ депутаты не имели права. Была только мизерная возможность отложить голосование через обращение в Госдуму. Отделение представительного органа за то, что вовремя муниципального голосования направили государственную думу официально запрошу, что надо объяснить и разъяснить, есть у нас такие полномочия или у нас такие полномочия. В вопросе с полномочиями инициаторы изменений попали в своеобразный цукцванг, выражаясь шахматным языком. Это когда любой ход был заведомо проигрышный. Игнорировать нельзя, принимать нет желания, за официальным отказом было бы разбирательство в суде. В итоге протест удовлетворили. 21 человек за, 18 воздержались. Полномочий влиять на кадровые решения исполнительной власти у Городской думы не было де-факто. Теперь, похоже, де-юре их тоже не будет. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». До 1 декабря всем ответственным налогоплательщикам необходимо заплатить имущественный налог. Все уведомления 556 тысяч были уже отправлены. Электронных из них все больше. Об этом рассказал в интервью нашему телеканалу заместитель руководителя УФНС России по Рязанской области Михаил Минко. По его словам, в этом году имущественных объектов у рязанцев стало намного больше. Количество официально зарегистрированного имущества у рязанцев уже подбирается к полумиллиону. По земельным участкам прирост ощутимый, плюс 3 тысячи машин тоже прибавилось. Всего в регионах уже 458 тысяч. Впрочем, никакой суеты и паники по уплате налогов в рязанском УФНС нет. Все автоматизировано. Что касается суммы налога, она практически осталась на уровне прошлого года. Это порядка 2,5 миллиарда рублей было начислено нашим гражданам. Рост небольшой, где-то около 2% по сравнению с прошлым годом. Но на небольшой рост повлияли те меры поддержки, которые оказывались индивидуальным предпринимателям, которые были заняты в пострадавших от коронавируса в отраслях. Новые правила учета налогов на имущество предусматривают вычет по так называемой базовой ставке. Применительно к жилым помещениям это выглядит так. Из общей площади, если это комната в малосемейке, вычитают 10 квадратных метров, квартиры 20, частного дома 50. Дальше идет расчет по кадастровой стоимости. Если собственников несколько, налог получат все в равных долях. Вычет дается именно на объект, а не на собственника. Именно поэтому достаточно много вопросов. И возникают они именно с тем, почему у меня в прошлом году, например, по налогу на имущество была по такому же объекту одна сумма, а вот в этом году она немножечко изменилась. Как раз дело в том, что мы постепенно переходим к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости, и ежегодно этот налог немножечко прирастает. Но он не может вырасти больше, чем на 10%. Тем, кто не получил уведомления о налогах по почте, этих данных нет и в личном кабинете на сайте УФНС, нужно обратиться в свою инспекцию за разъяснениями. Времени осталось не так много, фактически всего неделя. Получать штрафы в декабре будет делом не самым приятным. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Снова появилась информация о питбулях-убийцах, которые в очередной раз совершили нападение на соседских собак. На этот раз пострадавшие животные остались живы, однако получили множественные травмы. Ситуация развернулась в частном секторе на улице Мервинской. Местные жители возмущены происходящим и напуганы. Кроме того, теперь открыт вопрос о том, где в настоящее время находятся те самые кровожадные питбули. Частный сектор на улице Мервинская превратился для местных жителей в зону страха. В августе этого года мы рассказывали о том, как здесь два питбуля загрызли насмерть соседскую собаку. Тогда пострадавшие неоднократно обращались в полицию, но хозяева питбулей продолжали отпускать двух бойцовских собак на самовыгул. 11 числа приходили вот этого месяца, приходили из администрации города, вручили ему уведомления, чтобы он правильно содержал собак. Ну и 16 числа он опять выпустил собак своих на самовыгул. И они бегали, тут бегали, перепрыгнули через мой забор на мою территорию и напали на моих собак. Кобель ягодтерьера получил глубокие рваные раны и потерял много крови. Муж Анжелики отогнал питбули веслом, но те не успокоились и напали на дворняжку другого соседа. Ну и летят на меня. Ну единственное, что я мог сделать, вот достать газовый баллончик, как бы приснуть. Тут вот эта вот собака, то есть моя, влетела мне как бы на защиту. Вот, и они ее начали драть, то есть они ее погнали в ту сторону и как бы начали убивать. Дворняга Бим выжил, однако теперь его глаз не видят, шея и ухо разорваны. Питбули же рванули дальше по улице, с тех пор их никто не видел. По предположению соседей, сейчас питбулей нет дома. В тот раз они лаяли. Хозяйку питбули зовут Мария Бакарева. На Мервинской живет ее сожитель, у которого и содержались собаки последние полтора года. Как предположили местные, после недавних событий Мария могла отвезти собак на свою квартиру на девятой линии. Мы поехали туда, и местная председатель ТСЖ сказала, что лай слышен только от соседских спаниелей. Нет, она не живет уже год, как они не живут. Потому что были жалобы, что собаки, когда оставались одни, они выли. Но они правда выли, это можно было слышать несколько этажам. И после этого, я так понимаю, они приняли решение уехать в частный сектор. Из-за поднятой шумихи в соцсетях стало известно еще об одном нападении питбулей, которое произошло при большом количестве свидетелей на выставке собак. О происшествии Анжелике рассказали очевидцы и предоставили фото погибшей маленькой собаке. И эту собачку девочка держала на руках. И питбулей вырвали из рук девочки, и тут же ее разодрали сразу насмерть. Хозяйка собак не видит в случившихся фактов ничего предосудительного. А о последних двух нападениях мало что знает. А уже двоих собак они покусали. Вообще замечательно. Вот летом они загрызли собаку соседскую. Ну, а в чем проблема-то? Дело в том, что они кусают других собак и загрызают нас. И что? И что? Людей они покусали? Это нормально. Вот. И что? Что нормально вы считаете? То, что они нападают на других собак? Ну, конечно. Потому что они нападают на тех собак, которые, типа, вот они бегают. Шапки, вот эти ванничьи. Вот. Они на них нападают. Ваши собаки перепрыгнули через забор. Ваши соседки Анжелики напротив. И самостоятельно туда попали. Это не шапки. Они напали на домашних собак. Ну, домашних, да. Потому что они мают. Они мают, типа, они винают. По поводу нападения на людей у жителей Мервинской есть свои опасения. По этой причине они выходят на улицу с осторожностью. Завтра может быть это не собака. Это завтра может быть ребенок. Это может быть маленький ребенок с маленькой собачкой, который начнет эту собачку защищать, схватит ее. А эти просто, да и собаки, просто кинутся и будут убивать и собаку. И, соответственно, ребенок будет защищать собаку, а не будут убивать ребенка. Вот и все. Сожителя, владелица Питбули, местные характеризуют не в лучшую сторону из-за его образа жизни. Нам удалось поговорить с хозяином агрессивных псов. Показалось, был навеселее. Они пропали. Каким образом? Каким образом? Это у вас надо спросить, каким образом. Ну, как, если они постоянно в наморднике и на поводке, как они могли пропасть? Ну, как, вот, женщина уходит из семьи и все, и ушла. Так же и собаки. Ушли без оборки, без блока. И ушли. Как еще вам объяснить? Мое предположение, что их убили. Может, потому что они грызут других собак? Ну, слава богу, хоть избавили поселок от дворовых. Где находится Питбули в данный момент, пока не ясно. Это пугает местных жителей. Они уже обратились не только в полицию, но и в отдел по защите прав человека. Впереди обращение в суд. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Следователь Петр Железманов, раскрывающий преступления на территории Рязани и Касимова начала 20 века. Персонаж, созданный Анной Поповой, преподавателем Рязанского государственного университета имени Есенина. Несколько лет назад доктор исторических наук, чья специализация связана с судебной системой страны, вдруг поняла, что в рамках науки ей тесно. И с тех пор пишет детективы. Интригующее название первого детективного романа Анны Поповой «Солодчинский призрак» скрывает многое. Знакомые каждому жителю региона вида Солодчи, визитную карточку курорта, монастырь, намеки на мистику. С этой таинственной историей начинается деятельность следователя Петра Железманова. Герой во многом получил автобиографические черты своей создательницы. Как и Анна Дмитриевна, он закончил Московский университет, приехал в Рязань и стажировался в окружном суде. Молодой человек, хорошо образованный, неплохо развит во всех отношениях, в том плане, что он интересуется и литературой, и живописью. Он пишет акварели. Я в свое время не стала учиться, но я фотографирую. В общем, Железману перешло некоторые мои свойства. Он очень любит кошек, как и я. И одним из его друзей является шикарный рыжий кот Тимофей, который имеет самого реального прототипа. Этот кот жил у нас в подъезде. Книга «Солодчинский призрак» вышла в 2017 году. За ней последовали другие приключения следователя. В некоторых романах писательница использовала материалы реальных архивных дел. «Фальшивая императрица» – это рассказ об одной из самых крупных бан фальшивомонетчиков, которые действовали у нас в России в 1910 году. Они печатали 100-рублевые банкноты. На них была императрица Екатерина II, поэтому в народе они назывались «Катеньки». И вот эти «Катеньки» самопальные стали печататься в Ницах. Но я сделала так, чтобы поймали их мои герои. Первыми читателями неизменно остаются сестра и мама Анны Дмитриевны, уже потом некоторые коллеги, после чего писательница отдает роман в печать. Петр Железманов довольно прочно вошел в жизнь своего автора и частенько помогает ей, к примеру, сопутствует в городских экскурсиях, которые она проводит. Это экскурсия от писателя. Как раз задача ставится тем, что я стараюсь показать город начала 20 века, ну вот примерно таким, каким его бы увидел мой герой. Где он мог ходить, что видеть, где отдыхать, где сходить в кинотеатр, где сделать покупки. И показываю как раз непосредственно вот в этом месте, в моем романе, например, в «Солочинском призраке» он выискивает место продажи мышьяка на новом базаре, сейчас площадь Ленина. Серия романов о Петре Железманове пока включает пять детективных историй. Сейчас в разработке новая книга, пока автор не называет сроков выхода. Ведь у нее помимо писательской деятельности лекции, семинары и научная работа. Но ее постоянные читатели уже с нетерпением ждут нового запутанного детективного сюжета. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Подписывайтесь. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго.